Вот, нажала запись. Ну, молодец какая-то. Сейчас я приду. Давай, становись сюда. Я тебе покажу синхронасос по методу ключа. Синхронизация. Да, это такая вещь, которой нет ни в йоге, ни в цигуне, ни в иглотерапии, ну, нигде нет. Но здесь всё соединено, синхронизировано. Да, да, это синхронасос сейчас для всех. Для таких старых, как я, для таких молоденьких, как ты. Да, вот посмотри. Как можно одним синхронизированным действием решить массу проблем? Да, первое. Наладить работу живота. Освободиться от лишнего живота. То есть, как говорится, девочкам талию сделать, да? Да. А взрослым людям, там, ну, чтобы там туалет был нормальный и так далее. Да. Следующее. Чтобы брохи прочищать. Да, чтобы брохи прочищать. Следующее. Чтобы то, что накапливается там, да, всё можно потом легко откашлить. Да, что трудно откашлить. Да. Вот вам иногда хочется, а выкашлиться и не получается. Да. А тут после этого сразу получается. А ещё. Поднять иммунитет. Поднять иммунитет. А ещё что? Повысить стресс-устойчивость. Да, да. Повысить стресс-устойчивость. Да. Посмотрите, это как можно сделать, это удивительно легко. Повысить стресс-устойчивость. Это видео доброго у тебя на Ютубе, даже 11 тысяч просмотров. Даже я там не говорил о том, что после этого можно улучшается работа голосовых связок, если вы так несколько раз в день, по минуте делаете, у вас всё улучшается. Всё, что я рассказываю. Лёгкий живот, кишечник там, иммунитет поднимается. Синхронасос. Да, набрало-набрало. А я ещё не говорил о том, что люди, которые петь любят, они после этого могут потом конкурсы выигрывать. Это фантастика, это такая штука. Это нигде ни в йоге, ни в цигуне, нигде нету. Вот послушайте, это только в методе ключ. Синхронасос. Потому что там, в принципе, использована ещё формула ФА. Но мы не будем сейчас об этом говорить. Я тебе сейчас покажу и всем покажу. И ты мне задашь глупые вопросы. Как будто бы. Для того, чтобы всем объяснить получше. Смотрите. У нас есть точка ХЭГУ. Правильно? Точка ХЭГУ между большим указательным пальцем на бугорке. Если просто вот так делаешь бугорок. Если ты кладёшь туда пальчик, нажимаешь вот так вот. Ломотка. Потому что там нерв проходит. Этот нерв. Вот так вот? Да, да, именно здесь. А здесь я чувствую некоторую боль. Ломоты там, да. Нерв там проходит. Ну, не у всех может быть, но у некоторых может быть. Тогда задавай такие вопросы, глупый, давай. Смешнее будет, увлекательнее. Сейчас на карантине люди, пускай позабырятся. Если кто-то здесь вот станет вот так вот трогать и вдруг ощутит боль, значит правильно нашёл точку. Ломотка, нервная ломотка. Ну, это не у всех может быть, да? Ну, конечно, но мы же не идиоты. Вот так потрогаешь, почувствуешь чувство нерва. Так, первое. А эта точка, кстати говоря, из иглотерапии. Она, а я же 40 лет профессиональный иглотерапевт, а теперь слушайте, я же это хорошо знаю. Эта точка, чтобы вы знали, одновременно курирует лёгкие ухо, горло, нос, бронхи, но это общая укрепляющая точка. Хэ-гу, хэ-гу. Так. Значит, мы берём эту точку. Мы хотим несколько раз в день, по минутке, прохаживаясь или стоя на месте, её нажимать. Нажимать. Но в момент, когда я её нажимаю, мне хочется вот так сделать. Да? Это уже, когда я себя отпускаю, я же раскрепощённый, я делаю хлёст руками по спине время от времени. Я делаю лыжника, шалтай-болтай. Я раскрепощённый, поэтому я свободно. Глупый вопрос. А если не хочется? Я нажимаю, мне почему-то не хочется. Да нет, если ты будешь хотеть делать это с небольшой вибрацией, как и надо, с небольшой вибрацией, то тебе не вольно, не вольно. Хочется немножко как бы придать какого-то положения тела себе непроизвольное, потому что ты раскрепощённый. Если я зажатый, конечно, я не чувствую, что мне как делать. Но ты же перед этим делаешь хлёст, руки бросаешь, как плети, и делаешь лыжника немножко. Ты руки бросаешь вниз, пятки поднимаешь, падаешь на пятки. Или наоборот, подбираешь себе индивидуально. Наоборот, руки бросаешь вверх, пятки поднимаешь, падаешь. Подбираешь, да? Это всё индивидуально делается, каждый подбирает своё. И поэтому, когда ты раскрепостился, а ты хочешь сделать вибрации небольшой, тебе приходится как-то менять положение тела, правда же? Ну, когда ты меняешь положение тела, ты делаешь усилия. И получается такое положение, когда невольно уже нога эта, свободнее. И ты её носи поднимаешь. Вот. Ты нажимаешь с подъёмом ноги. И в этот момент происходит непроизвольный выдох. Вот, смотрите. А ты ещё добавляешь, чтобы выдох был, как бы через гортами. Такое, вот так, смотри. Ленишься. Ну, это всего одна минута. А нажимать, вот я, например, нажимаю на левую руку, поднимать. Какую ногу? Правую? Так тебе удобно, подбирай, как тебе удобно. Индивидуальный подбор. Ну, конечно. То есть, без разницы, я могу сжать. Это же метод ключ. Принцип подбора путём перебора. Подбирай так, как тебе комфортнее. Вот мы это видео решили снять с Касан. Потому что я говорю, а я вдыхаю, наоборот, как-то делаю. А вот сейчас, когда ты мне стал показывать, ну, шёлтая болта, я сделала немного шёлтая болта. Хлёст, хлёст сделала. Шёлтая болта, это вот так. Как дети делают. Учите всё детей, будете здоровы. Я, как-то, знаешь, подустала и действительно захотелось выдохнуть. Глупые вопросы. Короче, у Наташеньки вопрос был такой. Некоторые задавали вопрос. А нам хочется вдохнуть. Да, и у меня так же тоже вдохнуть. Да, ну, потому что тут не надо думать, хочется вам вдохнуть или нет. Вы просто. Внимание. Направьте на то. Не на то, что дышать так или так. А на то, что вы хотите с вибрацией точку нажимать. Хэгу. И тогда поднимайте ногу. Чтобы помочь себе нажать. Нажать. Вы смотрите. Нажать, помочь. И тогда у вас происходит выдох. А вы делаете выдох. С таким придыханием, что ли. Ну, через горталь. Вот так. Да, вот я сейчас пробую, наоборот, вдохнуть. И мне уже неудобно. Правильно. Потому что ты делала. Как думала, правильно делать. А когда человек раскрепощённый. Нет, я, наверное... У него получается всё гармонично, естественно, по природе. Поэтому время от времени. Два-три раза в день. По минутке. Хлёст. Чтобы верхушки и лёстик расходились. Искусственное дыхание. Кислород в клетки попадает. Мозг. Кровообращение улучшается. Да. Потом делаете лыжник. Повтори лыжник. Да, лыжник это... Ну, вот-вот, молодёжь. Ну, молодёжь, конечно, молодёжь. Да, лыжник я не люблю. Я никогда его не делаю. Не любишь и не делай. Подбираете из комплекта разных вариантов синхрогимнастики, которая в школьном учебнике до 10-11 классов. Там есть несколько приёмов, я дал. И там подбираешь то, что тебе подходит. То, что не подходит, не делай. Молодец, Анташа. Помогаешь, помогаешь объяснить. Тогда делай другое. Шутай, болтай. Два-три раза в день. Ходишь по комнате. И болтаешься, как дети. Это же свобода. Ты в детстве так делала? Делала. Все делают так. Позирует, позирует. Потому что её внимание направлено на то, как она выглядит. Ну, правильно, девочка? Нет, красавчик. Я не думаю, как раз об этом. А о чём ты сейчас думаешь? Я вот думаю, вот люди сейчас на карантине, вот они, ой, делают что-то, болтай и думают. Они должны о чём думать, о карантине. Что в голову лезет, о том и надо думать. Переживаешь, о чём переживаешь. На фоне повторяемого действия. А повторяемое движение снимает напряжение. Закон природы. И поэтому, когда ты переживаешь, о чём ты переживаешь, на фоне повторяемого действия, ты вдруг замечаешь, что тебе всё пофигу. Тебе ещё не пофигу. Ты мало сделала. Потому что ты сделала всё полминутки. Ну, сделала бы минутку. Ну, ладно, это я вам объясняю. А теперь слушайте. Значит, синхроносос. Слышно, да? Потом другой обой. Одновременно талию себе создаёшь. Кишечник потом лучше работает. Лёгкие лучше работают. Брохи очищаются. И после того, всё, что накопилось, смотрите, сразу выкашиваете. Вот так я выкашивать просто не могу. Потому что я же ещё астматик. Лекарства не пью. И у меня бывает такое. Не вдохнуть, не выдохнуть. А я делаю так. Или ходя туда-сюда. Короче говоря, чем выше колено поднимаешь, нажимая на точку хайгу, у тебя происходит выдох, а потом тебе хочется сразу уже легче выкашливаться. Это поднимает иммунитет, стресс-устойчивость. Если ты потом заметишь, чем бы ты ни занимался, тебе легче переключаться. До встречи, друзья. Синхроносос победит коронавирус. И все невзгоды. И у нас всё будет хорошо.